Здравствуйте! Всем доброе! Сегодня 7 апреля. Я проснулась часа 2 назад, но я только сейчас помылась. Привожу себя в порядок. Пойду на коррекцию бровей, потому что нужно уже подправить форму. И хочу купить себе CC-крем и посмотреть новый. Настя перелась в порядок. Мне слегка откорректировали брови, ну точнее убрали излишки. Форму я не меняла. Соответственно, я хочу попробовать отрасить у этой брови немножко снизу, чтобы они были более такие похожие формы. Именно погуще, как у меня на свадьбе было. Кстати, у меня здесь собственная плантация. Сейчас вам покажу. У меня здесь растет горох. На самом деле, я очень люблю горошек. И так как летом я не успею съездить, ну именно вначале, как когда он будет уже созревать, я решила вырастить его дома. И буду как раз в блин беременности его хамять. Удобно. Единственное, что клубник, конечно, так не поворачиваешь. Вот. Например, там горох, помидоры можно. Почему нет? Будет домашние помидорки. Ну, в принципе, я уже готова идти к врачу. Все бумажки взяла, направление взяла. Вот. Может немножко на улице поснимаю. Если, конечно, получится, я поснимаю в больнице. Если нет, то, к сожалению, туда обязательно. Почему я бегу в поликлинику? Почему я бегу в поликлинику? Потому что, может, очень попозже. Обычно я прихожу вовремя. И мне всегда приходится ждать. Дело в том, что у нас даже если есть запись там по очереди, то, наверное, там образуется живая очередь, а не по времени, не по талонам. Соответственно, выходить раньше я вообще не вижу смысла. Ну, иногда я дохожу за 10 минут, не знаю, каким образом. Вот. Фух. Сейчас как раз узнаю, какой у меня вес. Я, конечно, купила весы себе, сама взвешиваюсь. Но у них иногда почему-то не знаю, по-другому показывают. Хочу сравнить. Я с утра взвешилась, заодно как раз узнаю, насколько весы могут врать. Вот. И, возможно, я как раз припала где-то примерно килограммчик. Затрогать вроде не должны. А также должны прийти анализы на сахар. И должны как раз сказать, сколько у меня там нормы, не нормы, есть ли сахарный диабет, его нету. Я надеюсь, что его нету. Я столько всего сладенького уже съела за это время. И опять же, мне назначили в 3 часа. Прием. Соответственно, я уже пообедала. Соответственно, я пообедала, а опять мне сейчас килограмма больше покажет. Ладно, пойду, а тут есть. Народи еще куча. Уже я первая. Ух, ну сходила я к врачу. В итоге, короче, анализ на кровь, они еще и ночью, блин, готовы. Медсестра болеет, поэтому врачи сама делала. Здесь, в принципе, я не удивляюсь. С утра здесь, что у меня было 76-70. Также у меня осталось. Вот. Стою на весна, говорю, а что так много? Могу сказать одно. Подростки дебилы какие-то. Девушки, но сходить сегодня, не знаю. Посмотрим. Короче, меня прервали эти шкалота. Но я имею в виду, я не хочу убедить никого, но просто для меня это шкалота именно те, которые нераспитанные. Школьники. Фух. Шла мимо нашего дома. У нас как раз кинотеатр. Я уже думала зайти как раз. Может, что-нибудь посмотреть. Потому что идти далеко в торговый центр не очень хочется. Вот. И мы как раз с братом тоже тут недавно продагал в кино. В итоге наша эта зашла. Там как раз сейчас фильм идет. Модная штучка. Что-то вроде современной истории. А-ля дьявол носит Прага. Прада. Ой, фу-фу. Там кот есть, муж дохлый. Дьявол носит Прада. И совместно, ну, что-то вроде между Золушкой и корейским сериалом одним. Так что, пойдем сегодня в кино. Пока Коля на работе отдохнем. Как я сказала, ничего толку мне не сказали. Анализ мочи еще не готов. Анализ крови тоже еще не пришел. Хотя, получается, прошло 4 рабочих дня. И до сих пор нет результатов. Это странно. Ну, вот, завтра опять с утра мне идти в полиэтиленнику задавать анализ мочи. Причем время так поставили с 8 до 8.30. Я вообще не знаю, как я встану, все это отнесу. Но я решила зайти заодно сразу в обычную поликлинику. То есть, потому что мне дали сразу две справки. И самое веселое, приходится покупать вот эти контейнеры. Мне кажется, на это они по 25 рублей недорого. Я уже замучилась по одной штуке, брать сразу дела 4 на всякий случай. Потому что приходится часто задавать эти анализы. Еще не знаю, насколько придется в третьем преместре задавать. Так что посмотрим. Я уже дома. Ура! Мы, короче, в наш трениндеатр. У нас, оказывается, второй зал открылся. И вот он. Мы почувствовали себя на лекции. Короче, здесь проекта. Стульчики. Мы теперь пойдем, почему 150 рублей. Так комфортно. Мы смотрели фильм с Илюшкой. Ничего так. Комедия на один раз. Героиня очень несуразная. Вечно падает, сталкивается. Сейчас иду встречать мужа. Так, гуляю. Так сказать. Увидимся завтра. Завтра у меня опять с утра к врачу. Всем пока. С вами Настя. Сегодня 13 апреля. У меня день рождения. Сегодня я его провожу в кругу семьи, грубо говоря. Потому что муж работает с подружками. Не знаю. У меня, почему-то такая... Такое состояние апатии. Апатитическая. Апатия. Соответственно, так как у меня некоторые девочки, с кем я общаюсь, между собой не знакомы, то это получалось бы, наверное, отмечать день рождения в трех-четырех компаниях. В моем положении мне сейчас тяжело это. Вот, соответственно, в этот раз я сижу дома, погуляла с мамой, сходили в кафе. Вот. И как вы думаете, что нужно взрослому человеку на день рождения в 23 года? Игрушки. Мама, я купила такого малыша, пупсика. Называется Йогурт-Йогуртинес. Вот. Они пахнут. Поэтому пупсичка, мальчика, зовут Антон. Антошка, дынька, по-моему, так. Сейчас найдем. Да, Антон, дыня. Эти игрушки пахнут дыней. Они упакованы, как баночку йогурта. Я его распакую, покажу. Я распаковываю, и торт с пёс. Думаю, что эта игрушка ему. Да, Тор? Вкусненький, вкусненький. Кто пахнет тут дынькой, да? Ой, ой. Не понимаю, что такое. Слава, моя мама, тебе обновлю, и торт. Я этого пупсика не достанется. Вот, пупсика освободили. Осталось только вот эту резиночку. Тор, что такое? Что такое? Он правда пахнет там. Э, зубы свои прочь. Видите, как и пупсичка. Ой, наверное, позже. Такой маленький пупсичка. Он правда очень, но не дыней, но сладко пахнет. Такой приятненький, прям мягенький, хорошенький. Соска вытаскивается. Короче, вообще. И глазки такие. 23 года. Скоро самой будет ребёнок. Но нет, ну это ж Вярика просто лапочка. Купили в икее, купили всё для малыша. Сейчас поедем обратно собирать всё это дело. Так. Я вернулась. Мы приехали уже домой. Муж начал уже собирать. У меня почти готов пеленальный стол. Как почти? Он, в принципе, готов. У нас осталось только приделать здесь у нас. У нас здесь, получается, вот в эту конструкцию войдёт та часть. Это как раз верх пеленального стола, на котором я буду пеленать малыша. Также у нас здесь большое пространство. Здесь будет три ящика. Два маленьких и один большой. Первый из них как раз будет голубой, потом будет белый, потом опять будет голубой. И здесь у нас будет перегородочка. Там будет пространство для скубов. И также здесь получится у нас под вот этой частью пространство тоже для скубов, коробочек. И в дальнейшем этот стол очень хорош. Можно переставить вот эту железную планку вниз. Вот сюда в эти штуки. И получится как письменный стол для ребёнка. Мы уже купили. У нас есть одно постельное бельё. Но там, по-моему, всё-таки на кроватку немного великовато. Именно на одеялко. Поэтому мы купили ещё один комплект. Уже икеевский. Здесь идёт сразу на облочке под одеяльник. И такая простынь, как чехол, знаете. Очень удобно. Стоило примерно рублей 500. Я считаю, это очень дёшево. Тем более для такого комплекта. Также мы купили мой сейчас светильничек. И да, мы взяли мне подушку. Сейчас многие покупают педушку для беременных. Мне, в принципе, её удобно с обычными подушками, мягкими икеевскими. Я их подкладываю просто под живот, когда лежу. То же самое, что одеяло под себя подобрать. Поэтому, в принципе, мне нормально. Так же, светильничек. Там я хотела вначале светильники панды. Но когда я её видела вживу, а не на сайте, мне не очень понравились. Потому что они маленькие. Толку от них никакого. Освещения никакого. И я вот думаю, если мы не представляем, всё-таки у нас здесь, может, этот либо светильник уберём. Либо у нас будет, где сейчас находится телевизор. В той части. То мы туда переставим. Как бы светильник сделаем. Будет подсвечивать малышу. Мы ещё не решили, куда именно приделаем. Ох, камера трясётся. Да, если другому платится, это временно. Так, светильничек у нас такая звездочка синенькая. У нас всё что-то мы решили в тему к мальчику купить такое звёздное. Там была букашка. Но букашка как-то очень такая, знаете, когда она без освещения. Потому что она выключена. Она выглядит как-то очень странно. Слишком зелёная, что ли. Кстати, показывают по телеку Москва 24. Новую развилку от Икея Химки. В сторону Коровинского шоссе, Дмитровского шоссе. Мы сегодня, кстати, по ней ехали. Очень даже ничего прикольного. Так свободно было. Многие машины ехали по старинке. В старом направлении. Вот, мы же ехали уже по новой развязке. И там, кстати, была машина такси. После аварии. Я не знаю, как так он намного. Как его вообще угораздило врезаться. Но что-то там было не самое лучшее зрелище. Так. И мы взяли ещё пару кубов. Сейчас я их разберу, соберу и вам покажу. Кстати, да. Сегодня у нас, по-моему, 27 или 28 уже. Апреля. По-моему, и так. Я запуталась. Короче, сегодня вторник. Последняя неделя апреля. Жара просто вообще. Прям как будто май, конец мая. Знаете, там плюс 22-25. У нас открыт балкон вовсю. Окно тоже открыто на максимум. О, я ещё не поехала в джинсовке. И в кофточке лёгкой. Но мне было очень жарко. Я джинсовку снимала. Сейчас вот думаю собрать как раз пеленальный стол. Вот. И пойти погулять попозже. Потому что погода классная. Чё сидеть дома. Отдыхать. Лучше на улицу ходить. Правильно? Правильно. Ой. На самом деле я так ждала, когда мы купим пеленальный стол, чтобы переложить все детские вещи уже туда. И это, знаете, как такой некий шаг к тому, что уже скоро мы наконец его увидим. Маша. Я прям жду, не дождусь. У меня прям уже руки чешутся. Я сейчас смотрю на мамочек с колясками. Мне прям так уже хочется тоже ходить с колясочкой. И если вы когда будете смотреть, если будете смотреть видео про костюмчики для малыша, вы поймете, почему я так хочу уже поскорее конец июня. Потому что у нас такие классные комбинезончики некоторые там в виде дракончиков, знаете, мишки, всякие очень милые просто бодики. И я прям горю желанием уже одеть ребенка. Прям бонявый будет, бонявый. Так, с кубиками собраны. Такие у нас коробочки. С одной стороны не просвечивающаяся часть, с другой стороны такой сеточкой. Вот, очень удобно. У нас таких получается два. Они крупненькие. Соответственно, они будут нас занимать вот эти вот полочки, которые свободные, без ящиков. Туда, я думаю, скорее всего, будем класть памперсы, всякие пеленочки. Посмотрим. Кстати, да, и мы уже купили две пачки памперсов. Именно в родом, потому что, я не знаю, будет у меня кесаро в сечении, либо естественное родо, но, скорее всего, мне кажется, больше кесаро, нежели естественное. На данный момент по состоянию именно, по цитации, насколько низко находится она. Вот, честно скажу, мы взяли два вида памперсов. Одни Мэрис, они популярные японские. И мы взяли там до 5 килограмм, как раз они от нуля, до 5. И мы взяли памперсы от, по-моему, Хаггис. Или памперсы. Сейчас, сейчас вам скажу, 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 скажу. У меня здесь такая заначка, на самом деле, внизу находится. У нас здесь... Все, что... Да, от Хаггис, это как раз вот Элит Софт. Они очень мягенькие. Здесь, так сказать, подарок шел в комплект либо шапочка, либо потушки, по-моему, либо маечка. Нам попалась майка. Тоже взяли там, по-моему, где-то до 5-6 килограмм, или до 7. Мы взяли разные, потому что, ну, хотим посмотреть, как кожа малыша будет реагировать. Гипоаллерген. Гипоаллерген. Они, в принципе, что и те, что и те, они мягенькие. Очень смотреть, как кожа малыша будет реагировать, какие именно подойдут. Такая вот трехкомплектная у нас, получается, тоже система. Скубы. По-моему, сто ли они в районе 500 или 700 рублей. Здесь у нас, получается, видите, так, как юбочка. Юбочка у всех скубов. Здесь ничего удобного, чем мне нравятся киа, у них все на молниях, именно скубы легко собирать. В принципе, ума особого не надо. И также здесь идет специальный среди делителем уже сразу. И такая же опять большая. Я-то не знаю, мы либо в ящик эту поставим, либо у нас будет там, где свободная полочка одна. Что ли, доделают уже весь пеленальный стол? Мы поставим его на место, все, расставим. Я вам его покажу тогда. Примерно вы видели в Икеи. Вот, вы просто посмотрите уже в нашем исполнении, что именно мы собрали для малыша нашего. Он тоже толкается, ему тоже интересно. Он тоже хочет уже увидеть. Ладненько. На этом, пожалуй, пока все. Пока он не соберет. Как только соберет, покажу вам. И, наверное, на этом закончу. Потому что видео получается уже длинное. Спрашивают, готова ли я к родам. Готова. Это вся одежда для малыша, которая у нас на первое время. И некоторые из них идут уже чуть на вырост. Все остальное, все, что на вырост. И это у нас уже убрано. На дальнем ящике. Сейчас буду все как раз убрать в пеленальный столик. Мы купили мотаж для пеленального столика. Вниз я уже успела убрать. Здесь у меня для кроватки игрушка музыкальная. Тут у меня уже замачки влажные салфетки. Памперсы на первое время. Также пленочки. Здесь у меня молокоотсосник, погремушки и подушечка для малыша. Здесь у меня идут обувь пока и химия. Я потом просто это разберу чуть позже. Здесь у меня ососки, бутылки. У меня как-то все уже готово. Сегодня 30 апреля. Последний день как раз опять же. Я показала вам стол. Сейчас иду к врачу-гинекологу. Мне опять должны взвесить. Я сама взвесилась и увидела, что я прибавила почти 3 кило. Что-то как-то не верится. Возможно, это отечность. С того, что я много хожу, много пью сейчас. И также мне должны дать мой родовой сертификат наконец. Что-то все сегодня так утеплились. Я вроде джинсовку, но пока более-менее посмотрим. Итак, расскажу вам после уже похода к врачу-чу-как. Всем до встречи. Итак, я вернулась домой после врача. Короче, у меня плюс 2 кг веса прибавки за неделю. Врач сказала, что с сегодняшнего дня, то бишь по 5-е число за, грубо говоря, 5 дней, мне нужно скинуть 2 кг. Так что в ближайшие дни я буду этим заниматься. Пожалуй, на этом все. Прекращаю свой длиннющий влог. А то, мне кажется, это какой-то все-таки видеодневник бременной девушки. Нежели какие-то там попутные гулянки и так далее. Если я вдруг поеду куда-то гулять с подругой, запишу вам. Хотя, не знаю, значит, завтра и послезавтра. Зависит все от погоды. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Ваша Настя. Всем пока.